Гитарные и технические вопросы Вопросы от Александра Богачева Коль скоро принимаются вопросы о DIY, осветите, пожалуйста, тему Leon Sound Говорят, звучит интереснее Псиаба Один из авторов педалей выложил схему Хотя вполне возможно, что есть и посвежее Приводится ссылка на известный гитаропаяльный форум JTLab.net Ну что я могу сказать Leon Sound по сути это проект одного человека Зовут его, как ни странно, Лев И живет он в городе Выборг В отличие от многих производителей Он разрабатывает свои схемы А не делает копирку с какой-то педали И при этом использует максимально качественные элементы Заводские платы, корпуса и так далее У нас на канале есть обзор на его педаль Leon Sound 14 Но я могу сказать, у меня есть теперь эта педаль Я рад, что она у меня есть Так что мое мнение, если есть возможность, нужно брать Собственно, Leon Sound это очень интересный бренд Хотя бы тем, что в один момент производится только одна модель То есть это выглядит так Разработчик занимается какой-то педаль Разрабатывает схему И как только он понимает, что эта схема его устраивает Он ее пускает в серию То есть заказывает печатные платы, корпус и так далее То есть нет какого-то выбора То есть нельзя прийти в магазин и выбрать там одну педаль из десяти Есть одна педаль Если она вам нравится, вы ее покупаете По сути это настоящий бутик и эксклюзив гитарных педалей Что касаемо насчет того, что хуже или лучше Psiab Тут немного некорректно сравнивать Psiab это по сути примочка Она всегда требует какой-то гитарный предусилитель В то же время Те же Leon Sound они поинсценируются как полноценная гитарная педаль С нормальным хайгейновым звуком и полноценной эквализацией А, да, я чуть не забыл Лев уделяет большое внимание гитарному спекаремулятору То есть в тех же примочках Leon Sound 14 встроен отдельный выход На микшерный пульт, либо напрямую на запись И звучит он реально круто Это не просто какой-то обрезной фильтр, чтобы не было песка А реально снятая с какого-то гитарного кабинета частотная характеристика Максим Дубровский Как самому сделать косметический ремонт гитары? Проблема следующая При транспортировке гитары был вырван гриф Но я его вклеил потом обратно и все хорошо Гитара не потеряла себя в звучании И строит хорошо Но косметически она выглядит теперь немного не очень приятно Как и чем это можно исправить, те самые трещины И прилагается фото с местом склейки грифа и корпуса Вообще у меня есть определенное мнение насчет такого ремонта Если инструмент недорогой, то можно попробовать сделать ремонт самому В интернете есть информация, какой клей выбрать, какие струбцины подобрать Но если инструмент все-таки качественный, то лучше отдать нормальному гитарному мастеру Он сделает сразу все нормально и проблем никаких не будет Просто по фотке сложно сказать, насколько хорошо была проведена склейка Место довольно опасное При неверной склейке можно нарушить геометрию грифа относительно корпуса И гитара просто перестанет строить Плюс место соединения грифа и корпуса Оно очень критично для звука, для состояния и отдачи инструмента Но если все устраивает в плане играбельности То самый простой способ Это обычный черный лак для ногтей Замазать в несколько слоев Отшлифовать все это нулевочко И потом полирнуть пастой Гои Если повезет, то будет практически незаметно Евгений Оленик Привет, Кирилл, хочу задать тебе вопрос Мой путь гитариста начался очень давно Но как-то звук найти свой не смог В этом и проблема Сначала у меня было много Lines X Marshall'ов Транзисторных и процессоров Как-то вот я купил себе Jackson RR3 И друган запилил мне мясобоги 5 ватт И это было оно Не буду рассказывать подробно, это долго Суть в том, что после лампы я больше не могу играть ни на чем Гитара RIG меня не радует Процессор Lines X под 2 Тоже не могу играть На нем больше 10 минут Что можешь посоветовать мне Дело еще в том, что я не могу громко играть То есть я бы склепал комбик на 2-3 ватта Но на нем негде играть Дети и все такое Я ночами не сплю, еще свой звук Мне нужно, чтобы и лампы Чтобы на 6N2P Или подобных схемах Чтобы побюджетнее Перегрузик простенький Можно и без чистого сигнала И чтобы в линии Чтобы в наушнике Поскажи, что мне запаять Да еще, чтобы примочку подключить Чтобы разрыв был Я в свое время столкнулся с эффектом перехода С процессора на ламповый комбик Точнее, у меня был обратный эффект То есть я играл долго на самопальных педалях В ламповый комбик Но по мере гитарной деятельности Сталкивался с процессорами И всегда не мог отделаться От такого эффекта Как будто я играю на процессоре А при этом такое ощущение Что это не я Где-то за стеной играют То есть там получается звук Не сразу бьешь по струне И слышишь какой-то звук А он как будто уже через студию Через кучу оборудования пропущен Звучание как будто меняет звук Отделяет какая-то прослойка В принципе, современный процессор Тот же Lens X 500 серии Либо топовый Акс Звучат отлично Их хватит практически для любых задач А что касаемо тихого звука То даже 5 ламповых ват Это достаточно громко У меня тоже примерно похожая ситуация Детей нет Но шуметь вечером ночью Я, к сожалению, не могу сейчас Поэтому формирую весь свой звук в линию Ламповый предоселитель Плеер импульсов АМТ Пангая И наушники Что я могу посоветовать? Можно собрать ламповый предоселитель На 2-3 лампах 6N 2P И какой-то спикер-симулятор железный Либо играть напрямую в звуковую карту И использовать импульсы гитарных кабинетов А какой предоселитель, какую схему выбрать Это уже вкусовщина Есть схемы маршал-образные Фендер-образные Месобоги Энгл и так далее Схем в интернете просто масса Берите, выбирайте, любую делайте Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова